здравствуйте друзья вопросик огромную часть жизни я посвятил определенные профессии в рамках этого я получил образование в вузе в россии в вузе в англии и защитил кандидатскую диссертацию также достиг определенных успехов в плане карьерного роста по крайней мере я занимал положение менеджера выше среднего звена руководил немаленьким коллективом с очень высокой для россии зарплаты но несмотря на все достижения мне не нравится моя профессия однако в рамках подготовки кандидатской диссертации я с моими коллегами и друзьями занимался разработкой специализированного софта и этот процесс мне очень нравился сразу оговорюсь я не программист а скорее менеджер и скорее организовал процесс ну понятно и мы даже выиграли один из отраслевых конкурсов я за счет организаторов посетил мероприятие в европе хорошо так вот вопрос я в рамках своей профессии которую не люблю уже уже переехал в великобритании что неплохо получаю неплохую зарплату но опять я не получаю удовлетворения живу в условиях постоянного стресса и тому подобное хорошо хоть осознаю все то что происходит но текущая работа позволяет получать деньги часть из которых я могу пустить на то что мне нравится хорошо в частности на данный момент я хочу запустить несколько сайтов с привлечением ранее уже сложившейся команды интерпренерская такая жилка как в целом вы оцениваете эту идею до фактически мне придется обесценить ранее полученные две степени магистра и phd и перейти в другую отрасль но если дело выгорит и будет прибыль способны конкурировать с текущим достатком то получится что я как минимум не прогадал второй вопрос можете ли порекомендовать где найти информацию о том как официально зарегистрировать запускаемые сайты то есть требуется ли регистрации фирмы как лучше это сделать ну как бы два вопроса один по жизни а другой там уже с оформлением предпринимательской деятельности хорошо поехали я надо сказать с утречка распечатал там на принтере а света мне положила тут но в прихожей чтоб я когда уходил чтоб я забрал листочек с вопросом от которой сейчас зачитывал и она прочитала его и у нас такой обмен небольшой произошел вот да значит она тоже вот она кандидат наук там и училась спиранткой была очень известного человека академика директора ведущего института там академии педагогических наук она кандидат педагогических наук хотя по первому образованию нас инженер связист как и я и она тоже мучилась со своим этим phd как как сейчас помню но я в том что я тоже учился в аспирантуре тоже в академии педагогических наук в другом институте и у меня был научный руководитель совершенно легендарный человек но те кто-то из педагогического мира они может быть знают там такой махмутов мирза исмаилович он был когда-то министром образования татарской сср а потом сделал вот институт в казани и вот научно-исследовательский по педагогике психологии профессионального образования профессионально технического образования и вот он был директором этого института он был членом экспертной комиссии вака это вот где голосуют да там за дать не дать там ученую степень ночи такой был очень очень известный человек и и вот я был его аспирантом и когда я сдавал кандидатский экзамен по педагогике но все-таки я практически был работник такой я не не академически а практически и чем-то этом сильно зацепил вот этих которые экзамен принимали а мир за из моих он встал их там трое было мир за из моего это мой аспирант я тогда вот ухожу а вы тут с ним разбирайтесь вот я в не буду участвовать из этических соображений значит и вот эти двое которые там остались я их чем-то зацепил и один из них который вот только-только член кора получил значит такой очень очень доброжелательный такой светящийся мужчина у меня в коридоре потом поймал и говорит те сколько лет я бы 30 вот недавно стукнула он год вот запомни мои слова сказал он когда тебе будет 45 ты будешь академиком и но мне это так смешно было все но но неважно и я сейчас свете напомнил а вот мы начали обсуждать вот это письмо я свете бы слушай вы представляешь а мы вот сейчас никуда не уехали может я бы академиком был вот а ты бы уже наверно там было как минимум доктором а может быть уже и член кором было бы там и так далее то есть вот мы мы как бы были вот в этом вот-вот углу и у нее лицо прямо так изменится у нее лицо ужасом исказилось я что такое она говорит миша она ты ты представляешь что нужно через что нужно пройти чтобы там стать член кором или академиком совершенно другие качества нужны вот не не те которые там для того чтобы наукой заниматься ну наверное это правда в то время как которые мы помним хорошо вот так то так и было ужасно все значит возвращаемся просто я такие какие-то ассоциации нас возникли трудно трудно отказаться от чего-то понимаете зачем стоит большой труд много лет жизни и ты думаешь неужели все зря неужели я вот проделал этот путь вот и и и зря и тут разные люди вам по-разному присоветуют понимаете я-то ведь со специфической колокольни смотрю я смотрю с колокольни во первых мы сами со света весь наш путь жизненный состоит то что мы меняли и не не задерживались то есть мы чего-то достигали и шли дальше может быть счастье наше в том что мы не стали академиками потому что если там быть академиком трудно из академиков пойти в тест в тестировщики тогда программного обеспечения то есть хорошо что мы так далеко не убежали но еще сложнее бы нам было но в общем то это одна сторона вторая сторона мы видим очень много людей которые достигли намного большего чем допустим от мы со светой занимаясь тем чем они ну исторически занимались своих профессиях я как-то рассказывал про людей которые постоянно вот в каждую группу я захожу новую я говорю подняли руки кто у нас тут phd по микробиологии это у меня такая же шуточка но последний раз я зашел там phd не было а пятеро были со степенью мастера там из них правда четверо были биологи а один был химик а девочка химик понимаете как я видел людей которые жизнь посвятили какой-то профессии и очень преданно не то что вот допустим их угнетало занятия собственной профессии их оттуда вытолкала неспособность подняться до уровня достойного чего-то вот чего на самом деле стоило продолжение эти вы все-таки ведь как рвануло вы в англию переехали у вас там зарплат хороший там еще что-то вот наш автор письма а эти люди вот они живут сша это иммигранты это не люди которые здесь родились эмигранты вот они и они на каком-то уровне есть в профессии но это не тот уровень из-за которого вот допустим хочется тратить положить свою жизнь и они уходят в другое место где они там скачут семимильными шагами добиваются гораздо больше я видел очень-очень много людей которые вот так по жизни идут и что тут сказать я с одной стороны понимаю что чем больше ты ну как бы вырос во что-то тем тем сложнее от этого отказаться с другой стороны я понимаю что ходить на работу без того чтобы получать от нее удовольствие сложно даже когда тебе деньги вроде платят и так далее но возникает вопрос насколько можно сколько я выдержу там еще есть другая фигня которая пока может быть не стрельнула но трудно предположить что она не стрельнет когда человек под стрессом когда он недоволен когда у него вот это вот накапливается ком это на здоровье очень сильно отражается это вам любой врач скажет и просто люди которые постарше там с каким-то жизненным опытом это совершенно очевидная фигня такая она там там где негатив накапливается там там все что хочешь может быть поэтому что ж тут скажешь значит я как бы очень хорошо понимаю автора этого письма и мне очень нравится что у него такая интерпренерская предпринимательская жилка вдруг и он говорит это не там у него там да он значит сделать сайт у него же проекте в голове пошли он уже мыслит уровнями проектов он уже как-то эти развитый мозг большой опыт работы когда он коллективом руководит да и так далее то есть он уже на самом деле созрел для какого-то рывка такого у него все есть ему только выпустить парна эта идея с сайтами может получиться или или не получится понимаете когда ты какую-то вот инициативу проявляешь она может получиться или нет в том смысле что она может дать вот тот доход который там он хотел бы получать а может не дать может вообще развалиться и провалиться из дрибадан полностью но существенно не это а существенно то что у человека появляется опыт в чем-то чем у него не было опыта я в этом смысле вот могу привести пример у софии которая у нас работает есть сын но у него не трое детей у него два сына и девочка вот у него средний сын он по 17 лет к нам пришел учился вот на тестеры и стал зарабатывать сразу и так далее но параллельно он закончил получил там бакалавра своего потом он получил мастер уже там по бизнесу в очень приличном университете все это время он работал 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 и сейчас он я не знаю может быть последние вы работали вот он был не некоторое время назад он получил должность вице-президента в вэлс фаргабан там их много это не то что он там один там из трех стройки или пятерки но просто я вот рассказывал вырос на такой позиции и несколько лет назад с другим там пацанами можно сказать они стартап один ученики вот у них инициатива такая была сделали стартап то мобильное приложение и несколько лет это все крутилось сначала было в одном варианте потом они переделали под другой вариант то есть были люди которые кодировали были тестировали были там продвигали и в итоге ни во что такое оно не продвинулось чтобы там миллионы пользователей пользователей были никто их не купил там и так далее никакого такого вот бабла они не срубили но они поднялись в своем понимании жизни резко и вот когда он вот эту должность получил вице-президент вэлс фаргабан и и он сказал то 20 я рассказываю мама ушка родная и он ей сказал что ты знаешь если бы не вот тот опыт работы на стартапе параллельно с работы естественно свободное время там если бы не этот опыт я никогда бы не не получил вот эту позицию потому что должен быть определенный уровень зрелости понимание разных обстоятельств жизни там и так далее и вот вот это то главное что должно сложиться вот в результате этой инициативы она может не обязательно дать ему достаточно денег сегодня она может вывести его на какую-то такую позицию познакомить какими-то людьми понимаете плюс у него же невероятный потенциал то уже есть ведь он не отказывается от него на самом деле кажется что вот если я сейчас там куда-то пойду то я на это плюнул это пропало это я все зарядил нет потому что сухом остатке от всей предшествующей искать его жизни является уровень интеллекта является жизненный опыт остается все это понимаете и вопрос только в том где она еще приложится при том что это все безумно востребовано абсолютно всю вот просто нужно переложить вот так же как люди там приходят там вот они софтвор тестируют да они 95 процентов того чтобы быть успешными и найти работу и все у них замечательно было у них это все есть до того как они пришли в портнов компьютер school иначе мы не могли ничего сделать за три месяца за три месяца их переупаковывают как бы дал такой пэкинджинг делают упаковку какую-то там яблочко взял то вода подышал потер она заблестела и пошел но если яблочко нет ты же на него не можешь подышать на кирпич ты сколько не дыши на кирпич и сколько-то его не 3 там а папа пиджачок у тебя пиджак просто порвется и все а кирпичным ничего не станет так они уже были вот этим яблочком наливным играть который за только потереть и падуть и поставить на продажу вот он такое яблочко наливное давайте там уже налилось там уже я не знаю потенциал невероятный просто вот вот потерять вот 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 этой части не хватает вот и все я бы так сказал то есть то есть он обязательно как-то рванет на какие-то высоты новые и не обязательно это произойдет вот прямо в первом же его проекте но если он на это направление не бросит она у него произойдет неминуемо то есть один проект другой третий просто как бы надо понимать что всякая вещь она может получиться или не получиться но но главное не в этом а главное в том насколько ты изменился в этом процессе вот это и есть основное приобретение вот что там еще вопрос то был как официально зарегистрировать запускаемые сайты ой господи но если по американским как бы канонам то это ваши сайты то есть вы когда сайт регистрируете есть время есть имя человека который регистрирует вы можете регистрирует на компанию можете регистрирует лично на себя никакой никакого бизнес оформления здесь не требуется этот сайт является вашим по факту того что вы его зарегистрировали на себя у него есть владелец вы можете посоветоваться с человеком который например там налоги подсчитывать и он вам скажет что вам лучше сделать зарегистрировать корпорацию или там быть как вот этот селф-эмплоид на себя лично в америке вот существенной разницы нет ты может быть просто миш портнов пойти там открыть бизнес пожалуйста но из каких-то соображений значит люди говорят что это может быть там л л си лимит лобилити корпорейшн или с корпорейшн или си корпорейшн там есть свои тонкости но это с одной стороны определяется тем как вы налоги платите с другой стороны это определяется тем что когда вы берете деньги у инвесторов каким образом там их права защищены и так далее каким образом ответственность наступает если не дай бог что не так там и тогда это уже следующий этап вам сейчас совершенно это не нужно если вы на свои деньги делаете делайте в америке я бы так сказал но я не знаю про англию честно вот а когда когда пойдете деньги у кого-то брать вот прийти в кремниевую долину будете ходить по вечерным капиталистам и говорить вот у нас действующий проект мы хотим значит на весь мир грохнуть нам нужно там два миллиона долларов на ближайшие там два года вот и тогда уже вы перед тем как это сделать вот обращайтесь мы вас ведем с нужным народом вас оформят как надо и все такое вот а пока вот просто развивайтесь в этом направлении это это не такой важный момент я считаю вот на этом этапе и в конкретно этой ситуации не совершенно совершенно несущественно как вы это будете делать но ваши права защищены тем что это ваш сайт то есть никто вас его не заберет если у вас какая-то идея есть техническая там может быть тогда нужно уже с патентоведами разговаривать они вам скажут как эту идею защитить вот с этой стороны так вот я бы так сказал все я я хочу пожелать успехов человеку он проделал хороший путь и я я абсолютно убежден в том что если он захочет в этом направлении двигаться он получит и и деньги и удовлетворение совершенно другой уровень удовлетворения от жизни и как-то она совершенно по-другому для него засияет и в общем он уже молодец большой но а дальше вот посмотрим то вы так не пропадайте уже там расскажите что получится да мы тогда вернемся к нашему сюжету давайте мы на дорогу а то скажут что там все на себя да на себя у нас присутствует две точки зрения противоборствующие на канале одни говорят чего все дорогу показываете а другие это че ты все себя то показывает что дорогу покажи там lamborghini он проехал а мы толком и не заметили ладно мне уже звонят из офиса друзья я с вами прощаюсь